Недавно я решил порыться в гараже и увидел странный пакет, набитый каким-то хламом. Принес домой, заглянул, а там... Не может быть! Это детские игрушки из моего детства. Этим игрушкам более 25 лет, а то и больше. Посмотрите, в каком они состоянии. На них видны последствия детских рук. Состояние, конечно, так себе, но больше всего меня расстроил заяц. Этот заяц, моя любимая игрушка детства. Я всегда спал с ним, и он всегда ждал моего возвращения из детсада. Смотря на его состояние, у меня появилась мысль вдохнуть в него вторую жизнь. Я его отреставрирую. Буй ну здесь, друзья! Меня зовут Геннадий Сергеев. Ответьте мне на один вопрос. А была ли у вас в детстве любимая игрушка? И где она теперь? Приятно иногда взять ее так в руки, потрогать и, наверное, с каждой царапинкой или дырочкой у вас есть какие-то воспоминания. Надеюсь, это видео вдохновит вас и навеет теплые мысли. Посмотрим, что нужно сделать. Явно постирать. Видно состояние ворса. Ни носа, ни усов. Надо сшить улыбку. Состояние лап тоже печальное. Эта ткань вроде фетр, поэтому купим и сошьем новое. И даже видно, что он очень грустит. А мы начинаем стирать. Не жаляя порошка, сначала замочим игрушку ненадолго. Потрошить я ее не стал, жалко резать. Да и внутри не синтепон. Все-таки СССР. Процедура чистки проходит жесткой щеткой, чтобы удалить глубокие загрязнения. Ворс вроде бы не пострадал. Зайц вообще, по-моему, прибалдел. Ему тут нравится. Но уже пора смывать мыло. Ого! Ничего себе он тяжелый. А давайте-ка его взвесим. Сколько он весит? Где-то у меня были весы жены. Думаю, она не обидится. Ого! Блин! 2,2 килограмма. При длине 46 сантиметров. До кончиков ушей. Ничего себе он впитал воды. Ладно, отвлеклись. А теперь продолжим смывать мыло. Сколько же с него воды? Устаешь просто выжимать ее. Включаем фен и погнали сушить. А когда вода перестала стекать, я воспользуюсь расческой. Таким образом игрушка приобретет пушистость. Таким образом я сушил около часа. И уже видно, как ворс становится мягким. Но даже спустя это время он все еще похож на невыспавшегося зайца. Спустя еще полчаса стала получаться такая пушистая шерстка. На сегодня хватит. Давайте оставим его на сушилке до утра. Сейчас уже вечер. За ночь вся вода с него окончательно стечет. И думаю, утром он будет сухой. На утро он был еще влажный. И мне пришлось ждать вечера. Но зато теперь он полностью высох. Видим, что загрязнения удалились. Ворс нисколько не пострадал. Умели же раньше делать игрушки. Но мне не нравится, что он какой-то помятый. Хочу его распушить. А для этого слегка смочу шерсть мокрой расческой. И буду чесать. Каждый раз смачивая. А потом снова расчесывать. И так вот постоянно. Теперь снова начинаем сушить. И даже на этом этапе уже видим пушистость. Как приятно смотреть на преображение игрушки. И понимать, что скоро она будет как новая. Тем временем, посмотрите, какой пушистый стал заяц. Видите, как играет ворс. Достаточно. Теперь посмотрим, что нам нужно дальше. Купить ткань на ноги. И сделать полную мордашку. Ладно, отправляемся в магазин. Ходил, значит, по магазинам. И знаете, оказывается, сложности не составило найти новый нос. И материал для усов игрушки. Думал, придется чуть ли не пуговицу лепить вместо носа. Но с тканью проблем не возникло. Попросил продавщицу отрезать самый минимум. Ну вот мы и дома. Однако, разгондев нос, он был больше похож на собачий. Поэтому потом куплю другой. Вот такая проволочная. Нит для усов. Ну и конечно же фетр, как в оригинале. Лекало сделаю прямо с ноги. Приложу, я обрисую. И должен сказать, получается в принципе неплохо. Трудностей не возникло. И посмотрите, как получилось. Почти похоже. Мелкие участки сделаем точно так же. Теперь вырезаем, но немного с запасом. Лучше потом лишнее убрать. Но у нас, однако, все в самый раз. Перенесем контур на ткань. И вырежем опять же с запасом. Проверяем. Идеально подходит. Переходим к зеленым. Процедура та же. О, смотрите, очень похоже на морковки. Но это ноги зайца. Нам осталось лишь пришить все это. Думаю, что сделаем это поверх старого. Ну а теперь долгая процедура пришивания. Шью белыми нитками, потому что именно так они выполнены в оригинале. И вот первая пятка готова. Правда получилось круто? Хотя процесс очень утомительный. Но мы не боимся трудностей. Глаза боятся, руки делают. Ведь у нас есть цель, и мы ее должны достичь. Да и насколько потом будет приятно посмотреть на результат. Ну что, ноги готовы? Как будто сделано на швейной фабрике. О неровности стежков говорят о ручном труде. Теперь перейдем к мордашке. И сделаем все остальное. Первозданных усов я, конечно же, не помню. Поэтому сделаю свои. А вот и купил новый нос, поскольку первый выглядит максимально странно. А второй, как будто бы тут и был. Правда не держится нифига. Поэтому приклею его потом на клей. А пока давайте вышим мордашку. Для этого вот такой загнутой иголкой производим парочку стежков. И это я еще жаловался на ноги. Вот тут реально пришлось попотеть. Навыков шитья у меня нет. Да еще и улыбку надо было как-то вышить. Но путем некоторых манипуляций удалось добиться желаемого результата. Наносим на нос клей. И приклеиваем. Супер. Из такой проволоки сделаем усы. Она хорошо гнется и держит форму. Но вот незадача. Она никак не хотела лезть в ушко дугообразной иглы. А другой у меня просто не было. Да и тычком проволока не входила в игрушку. А оставлять без усов неохота. И тут я придумал лайфхак. Совмещу прямую иглу с проволокой и одновременно воткну. Неужели получилось? Таким образом я сделал все до конца. Всегда приятно что-то делать своими руками. И вдвойне приятнее видеть плоды проделанной работы. Реставрируя игрушку, я будто вложил частичку души. Конечно я не помню его первозданного вида. Но уверен, что результат получился достойным. Не бойтесь и вы заниматься подобными вещами. Они очень сильно вдохновляют. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео. С вами был Геннадий Сергеев. Адьос.